Приветствую всех любителей шахмат, мы продолжаем изучать систему Колли и сегодня рассмотрим партию самого Эдгара Колли, сыгранную в Париже в 1929 году против Джорджа Томаса белыми фигурами. Колли начинает игру ходом d4, черный развивает коня, белый также выводит коня по направлению в центр, Томас открывает дорогу для развития чернопольника, белый открывает дорогу для развития белопольника. Следует ход d5, черный устанавливает пешку в центре, доски борются за пули, е4, белый готовит рокировку в короткую сторону, черный наносит контрудар по центру, c5, Колли укрепляется ходом c3 и вот она знаменитая система Колли. На первый взгляд непритязательное дебютное построение, но на самом деле белый как бы играет славянскую защиту, но только в первой руке и с лишним темпом. Итак, черные сыграли здесь конь d7, белый также развивает коня, следует ход слон d6, белые спрятали короля в безопасное место, черные рокировали, ходом ладья e1 Колли подготавливает активные действия в центре доски. Ну и вот Джордж Томас решил, что белые слишком пассивно ведут партию, поэтому первым продвигает пешку в центре, е6, е5. Колли, как ни в чем не бывало, отвечает е4, возникает пешечное напряжение в центре, но поскольку у белых перевес в развитии, размены в центре доски складываются в их пользу. Итак, Томас меняется на поле d4 и здесь необходимо было поддерживать напряжение ходом ладья e8. Размен на поле е4 хуже, да, черные хотят упростить позицию, но после массовых разменов на е4, кстати, за белых заслуживал здесь внимание ход ладья е4, чтобы перебросить ладью на королевский фланг для атаки пункта h7. Но Коля пошел слон е4. Теперь черный меняется на d4, белый забирает с темпом ферзем, нападая на слона. И лучше всего было за черных сыграть здесь слон c5. После примерного ферзь c3 черный нападает на пункт f2, белым необходимо защищаться, происходят размены на поле е3 и позиция выравнивается. Вместо этого Томас сыграл ферзи f6 и белые могли воспользоваться таким вот неустойчивым положением вражеского ферзя. Сыграть ферзь d5 и затем напасть на этого ферзя ходом слон g5. Но Томас сразу играет слон g5, предоставляя возможность противнику поменяться на поле d4. В любом случае положение белых выглядит явно активнее. Они уже соединили между собой ладьи, что является признаком окончания дебюта. А вот черным еще нужно решить проблему со своим белопольным слоном. Итак, Томас играет конь c5, открывает диагональ слону и где-то угрожает поменяться на поле е4. Колли уклоняется от данного размена, черный закаспаривает коня, нападая на ладью. И здесь Эдгар предлагает жертву пешки на поле b2. Но вот если черный соблазняется этой пешкой, тогда белый прочно захватывает инициативу. Ладья c1. Белый владеет двумя открытыми линиями. Например, на коне 4 они нападут на слона. На отступление слона сыграет слон e7. Получается такой вот интересный форсированный вариант. Слон d2 взяли на f8 и после взятия на поле e3. И отыгрыша фигуры инициатива принадлежит белым. Они внедряются на седьмую горизонталь в обжорный ряд. Давят на пешку b7. И черным довольно тяжело. Поэтому Томас отказывается от взятия на поле b2 в пользу продолжения коня f4 с атакой слона. Слон отступает на поле b3. Нажимая на пешку f7, черный сыграли конь g6. Белый нападает на слона. И необходимо было слона держать именно в центре доски. Сыграть слон e5. Только так можно было бороться за равенство. Ход слон b8 является слишком пассивным. Поскольку теперь белый захватывает еще одну открытую линию. Черный заставляет определиться слона. Белые сыграли слон e7. Предлагая поменяться на поле e7. Но при этом они вторгаются на седьмую горизонталь. И черные идут навстречу замыслам противника. Меняется на поле e7. Дальше последовал ход слон f4. Белый безраздельно захватывает открытую линию. Черный пытается решить проблему с развитием своего ферзевого фланга ходом a6. Но вот белый отвечает контрударом. Конь c7 нападая на ладью. Ладья отступает на поле b8. И здесь якорь в горло. Ладья f7 комбинационный удар. То есть белый использует связку по диагонали. На взятие на поле f7. Колли внедряется на седьмой горизонталь. Отыгрывая тем самым ладью. И оставаясь с лишней пешкой. Здесь Томас сыграл король h7. Освобождаясь от связки слона. Белый отыгрывает ладью. Нападает на слона. Но видимо измученный предыдущими событиями в партии. Джордж Томас зевает слона на поле f4. Играет король g6. И после продолжения ладья f4 признает себя побежденным. Но давайте посмотрим. Если бы черный не зевнули этого слона. Допустим поменялись на поле c7. Мы видим что белый владеет седьмой горизонталью. Давят на пешку b7. Если куда-то слон отступает. Тогда можно пойти f3. Активизируя своего короля. А вот черным сложно активизировать ладью. Из-за необходимости постоянно защищать свой ферзевый фланг. Так что положение белых здесь также является выигранным. Что же если вам понравилась данная партия. Ставьте палец вверх. Нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на обновление канала. И до скорых встреч.